Итак, мы продолжаем читать, рассказывать эту книгу «Чтобы ты остался евреем», который написал, который рассказал мой учитель Равицкак Зильбер, и я хочу ее не читать, а рассказывать. Итак, в прошлый раз мы говорили о Амалеке, о главном враге еврейского народа. Который ненавидит евреев, потому что они народ, который избрал Творец. И это то, что в Советском Союзе кто уничтожал еврейскую веру, кто был во главе всего, еврейская секция коммунистической партии Советского Союза. И вот Равицкак говорит, вернемся к разговору о евсекции. Евсекция. Еврейская секция. Но почему я говорю об Амалеке в связи с евсекцией? Потому что евсекция, евреи, коммунисты, которые принадлежали к этим гонителям веры, они закрывали синагоги, расстреливали равинов, добивались, чтобы евреи нарушали субботу и работали. Они являются, безусловно, потомками Амалек. И Равицкак дает определение. Если сам человек, ну, не выдерживает, отказывается, нарушает Тору, это одно. Но если он пытается помешать другим исполнять волю Творца, это, несомненно, потомок Амалек. Так вот, Равицкак цитирует Рабельхонена Вассермана, «Чтоб Творец отомстил за его кровь». Вы знаете, Рабельхонен Вассерман – самый близкий ученик Хофетскаема. А Хофетскаем был духовным вождем всех евреев Восточной Европы. Равицкак приводит даты его жизни. Он родился еще в 1838 году, а умер в 1933. Он прожил почти 95 лет. И вот то, что говорит Рабельхонен Вассермана в своей книге. Я слышал от святого Хофетскаема такие слова. «Для меня очевидно, что евсековцы – они из семели Амалека». Это то, что говорил Хофетскаем, что у него нет никакого сомнения, что они потомки Амалека. Но мы как бы должны задать вопрос, ну, что это такое, ведь папа и мама этих евреев, которые отказались от веры и уничтожали тех, кто продолжает верить и исполнять заповеди Творца. Они ведь чистокровные евреи. И при всем при том Хофетскаем говорил, что на них распространяется статус Амалека. И все то, что Тора предписывает делать по отношению к Амалеку, относится к ним. И это значит, что любой контакт и примирение с ними полностью исключен. Рабельхонен Вассерман, он возглавлял Ишину и Ишиву в Барановичах. Сейчас это Белоруссия, а тогда это была Польша. Он погиб во время катастрофы европейского еврейства под Ковно, в Девятом фарту, куда их вывезли фашисты. Рабельхонен Вассерман говорит, и это записала Кармела Райс. Я отвлекусь, но непременно скажу. Статьи Рабельхонена Вассернена меня глубоко потрясли. Он писал, что евреи, его современники, совершают два греха. Они поклоняются одновременно двум идолам. Один идол – это идол коммунизма, социализма. А другой идол – это национализм. Идея еврея без Торы. Национальность, как у всех, когда важно, кем ты себя чувствуешь, а не важно, от кого ты происходишь. Важно, кем ты себя считаешь. Если ты даешь шекель на общественные нужды, ты поешь национальный гимн «Атиква», то ты еврей, хоть крестись. А заповеди ни при чем. А второй идол – это социализм. В стране победившего социализма преследуют верующих евреев со страшной жестокостью. Я слышал от Гаона Равмыши Шапира, который говорил, что когда не евреи преследуют евреев, евреи могут как-то еще выжить. Но когда сами евреи преследуют верующих евреев, это очень страшно. Давайте вспомним. Ханука. Главная война тех, кто поднял восстание против греков, было против мидия в ним. Те, которые приняли идеологию греков. Те, которые поклонялись идолам. Те, которые делали операции, чтобы не видно было бриткодыш, союз, который заключил Авраама вину с Творцом. И повелел это делать по повелению Творца всем поколениям евреев. Они отказывались от этого. Прошлые поколения евреев, продолжает Равыцко, не чувствовали себя такими оставленными, как сегодняшние. И так пишет Робель Хонен-Вассерман. На небесах обоих этих идолов соединили. С одной стороны социализм, а с другой стороны национализм. И это национал-социализм, который победил в Германии. Фашизм. Гитлер, Макшмова, Зекро. Который поставил своей задачей вслед за Оманом полностью уничтожить еврейский народ. Равыцко пишет, что слова Робель Хонена-Вассермана, это прямо как слова пророчества. Но вернемся к разговору о евсекции. Это евсековцы добивались и добились ареста Любавичского Ребе в Ленинграде. И настаивали на его расстреле. Может быть, власти его бы и не тронули. Но евсековцам авторитет Ребе не давал покоя. Они-то хорошо знали, каков его вес и значение в жизни евреев. Это они отобрали у Ребе Тфилин в тюрьме. Причем один из главных из них был в прошлом хасидом Ребе. Какой позор для нас. Кто пытался добиться, чтобы Ребе заменили расстрел десятью годами заключения? Жена Максима Горького. А евреи-евсековцы настаивали на расстреле. Но и эти самые преступники не избежали кары. Двое самых активных из них были казнены той же самой властью, которой они так верой и правдой служили. Это евсековцы в паскальную субботу специально устроили в городе, где я жил, в Казани, вечер, на котором угощали евреев булочками и раздавали папирос. Один из тех, кто не смирился, минчанин Нехемья Макаби, с которым я познакомился, когда он приехал в Казань. А было это гораздо позже тех событий, которые я описываю. Кстати, он был горячий сионист. Он собирался нелегально перейти границу. И мы с женой, особенно моя жена Гитра, отговорили его от этого самоубийства. Он мне рассказывал потом, что в эти годы творилось в Минске. Евреев в городе было много. И в секции орудовало вовсю. В первый вечер Песоха Нехемья собирался сесть со своим отцом за стол и провести паскальный седр. Как это мы делали на протяжении веков. А евреи-коммунисты приступили в это время к своим антипасхальным мероприятиям. Они охотились за молодежью. Они заходили во все еврейские дома и требовали от молодых «Идемте с нами». Отказаться или вступить с ними в спор было опасно. Когда евсековцы вошли в дом Нехемья, Нехемья успел вместе со своим молодым другом спрятаться в шкаф. «Где ваш сын?» спросили незваные гости. Отец пожал плечами, я не знаю, куда-то ушел. Они оглядели все углы. Никого не нашли. А заглянуть в шкаф, к счастью, они не догадались. Евсековцы были мастера на все руки. Они устраивали в синагоге еврейские судилища. И сама процедура велась на идыше. Помните, тройки. В Минске они судили Шойхета. Они ложно обвинили его в изнасиловании. А это был известный, праведный еврей Хасид. Буквально святой человек. И во время суда свидетели отказались от своих показаний. Но суд на это не обратил внимания. Во всей России прошел слух об этом суде. И религиозные люди поняли, что сейчас их могут обвинять в чем угодно. Недавно, продолжает Равицкак, мне попала в руки брошюра, изданная в Минске в те годы. И там подробно описывался на идыше. Суд над Мойлем. Знаете, тот, кто делает обрезание новорожденным мальчикам. Речи судьи и обвинителя, которые клеймят подсудимого позором. И все это делают и говорят евреи. Страшно читать. И продолжает Равицкак и говорит про реальность, в которой мы все живем. Говорит Равицкак. Есть там Олег и в Израиле. Это партия Мерец. Они атеисты, которые борются не с религией как таковой, и не с мусульманской, или какой-нибудь другой религией, а только с еврейской. И пока они ведут и хотят вести борьбу, они потомки Амалека. Но раскаяние не исключено и для Амалека. Но не об этом здесь разговор. Амалека прощать нельзя. И продолжает Равицкак. И мы уже говорили про то, как Равин Казани жил в маленькой комнате, 12 метров, вместе со своим сыном. А центральную комнату, салон в этой коммуналке устроили клубом евсековцев. Они толпились там по субботам и праздникам. Специально их разместили рядом с семьей Равина. И вот Равицкак рассказывает, когда он был еще мальчик до Бармитсвы, ему было 11 лет. Как-то помню, в пятницу вечером, а шаббат уже наступил, я пришел домой и хотел пройти в нашу комнату, а один из этих евреев восстанавливает меня, сует мне в руки спички и говорит, а ну-ка зажги, иначе буду бить. Я не зажег. Как-то вырвался, убежал, и это прямо у себя дома. И вот сейчас Равицкак открывает, почему эту книгу он назвал «Чтобы ты остался евреем». Это цитата из письма его дедушки Рава Мойша Мишела Шмуэля Шапира. Которого он написал в 28-м году. А в это время Равицкаку было 11 лет. Это к нему в Литву Равицкак, тогда шестилетний мальчик, неудачно пытался уехать. Он пишет, «Мой дорогой внук Ицкак Йосиф, мы с мамой очень, мы с бабушкой очень озабочены тем, что вы живете в холодном климате. И все наши молитвы к Богу о том, чтобы ты остался верующим евреем, знающим Тору». А на письме были расплывшиеся чернила. Это письмо было залито его слезами. И вскоре дедушка умер. Недолго Сталин дал властвовать вот этим всем секциям. Сказано было в одном из писем в 20-е годы, он пишет, что «как жалко, что другие секции не ведут такую же борьбу против религии, как еврейская секция. Если бы они так же боролись с верующими, у нас была бы уже вся страна, победившего атеизм». Но продолжает Равыцко. «В 30-м году все национальные секции в партии, включая Евсекцию, были ликвидированы. Не прошло и 10 лет, как Сталин сам расправился с теми, кто ему верно служил». Равыцко приводит отрывок из своей книги «Книги пламени спали тебя». Ту, которую он писал еще в России. А он приехал в Израиль в 72-м году. И потом под редакцией Бориса Камянова она вышла. Так вот, он пишет так. Родоначальник научного капитализма Карл Маркс был сыном еврейских родителей, которые крестились, когда ему было 3 года. Он, а его отец, был преуспевающий адвокат. И в Германии сказали, что он не может работать адвокатом, если он не поменяет веру. И он поменял. А мальчику было совсем немного лет. «Этому лже-мессии удалось увлечь за со мной многих из тех, о ком его сподвижник Энгельс писал. Еврей революционен по своей природе. Он воспитан на идеалах пророков, о равенстве и братстве всех людей». Продолжает Равыцкак и говорит, значительный процент во всех коммунистических партиях всех стран мира составляли и составляют евреи. Евреи шли в авангарде русской революции. И в течение долгих лет были непримиримыми врагами религии веры своих отцов. На них лежит вина в массовой ассимиляции советских евреев. Это их руками Ленин и Сталин, здесь не написано, но я добавлю, и Макшмамбэзи храм, чтобы имя злодеев было стерто. Так вот, эти руководители, Ленин и Сталин, уничтожали нашу древнюю культуру. Это евсековцы уничтожали своих братьев, изучающих Тору и еврит. Мы хорошо помним их собственную судьбу, бывших членов ЦК, бывших членов карательных органов, революционеров еврейского происхождения. Все они почти поголовно погибли в тех застенках, куда они отправляли своих братьев по крови, которые оставались верными своей вере, творцу и своему народу. А из тех, кто чудом выжил в сталинских лагерях, после возвращения, как правило, они сожалеют о том, что они творили. Многие, выйдя на свободу, раскаялись и вернулись к еврейству. Это то, что Равицкак приводит из пророка Иермияу. Зло твое накажет тебя и оступничество твое обличит тебя. И ты узнаешь и увидишь, как плохо и горько будет тебе за то, что ты оставил Бога твоего и не побоялся ты меня. Равицкак пишет, что после сталинских чисток из молодых казанских епсековцев, которые мне известны, живых осталось двое. И эти двое стали такими любезными, такими тихими. Он рассказывает про одного. Йосика Бегун, который боролся против веры. И вот когда произошло в 30-е годы, когда его товарищи, многие были расстреляны, многие получили срока, на какой-то свадьбе Равицкак рассказывал, что подпольная свадьба, подпольная хупа, который делал его отец. Потом ему подал пальто какой-то человек. Мы вышли после свадьбы. И я спросил, тогда Равицкаку было 13-14 лет, а кто тебе подавал пальто, папа? И папа ему сказал, это Йосика Бегун. Йосика Бегун, который боролся против веры, уважительно относится к Равину. Я перепутал немножко. Это Равицкак сказал папе, кто подавал пальто. И тогда его отец, Равин Казани, подпольный Равин, он сказал, это уже Машех должен прийти. Если Йосика, так уважительно относится ко мне. И так, это одна из черных страниц нашей истории, как все повторяется. Так же, как греки переманили на свою сторону большинство еврейского народа во время Хануки. И именно с ними начали бороться эта горсточка восставших праведников. Так и здесь. Именно руками евреев Сталин и Ленин и Макшма в Азихрам этих злодеев они уничтожали нашу веру. Сколько людей, которые оставили веру именно из-за этих гонений. Это то, что Равицкак говорил, что если бы я так же знал Тору, как они, то есть не знал бы ее, если бы я глубоко не учил Тору с моим отцом, я бы тоже, наверное, оставил. Настолько эта идеология вдалбливалась, настолько люди как бы из страха не присоединиться к большинству, остаться вот тем, кто против дружных колонн, которые идут в ту сторону, в которую направляют его эти злодеи. На самом деле, первый еврей мира в Торе он называется Иври. Аврам Ай-Иври. Весь мир идет в одну сторону, а он оказывается по другую сторону. Весь мир служит идолам, а он остается с Творцом. И все эти поколения, и потоп, и Вавилонская башня, они смываются потоком времени. А именно от Авраама одного, который оказался по другую сторону, происходит этот народ, который должен привести весь мир к цели. в Торе. Вавилонская башня, в Торе. Вавилонская башня, в Торе. Вавилонская башня,